Нефть и газ Существуют кепроки Существуют антиклинальные структуры Которые хорошо отображаются В сейсмических результатах То же самое с электрозведкой Но это дорогостоящие тяжелые методы Мы вот начали применять Высокоточную градиентную магнитную съемку Для прямых поисков нефти и газа Но казалось бы почему Ведь нефть и газ не магнитные Они то не магнитные Но когда я говорил вам о красноцветных песчаниках Которые содержат ферромагнитные минералы Вот если газ Ловушка газовая Располагается там метан Под слоем красноцветных песчаников То происходит явление сиппинга То есть просачивание метана Кстати который сейчас огромный у нас На акваториях Северных морей Через вот эти слои Красноцветных песчаников И происходит химическое вычелачивание Магнитита Его локализация в верхней части вот этой ловушки Которая образует небольшую но очень четкую аномалию Раньше мы не могли обнаружить Потому что аномалия первая нанотеста Мы их просто проскакиваем А теперь можем И вот очень интересный результат Это вот газовое месторождение Штопман Обратите внимание что Это данные бурения По данным электроразведки и сейсморазведки По этим данным Значит одна аномалия промазала Одна скважина промазала Вот она пустая оказалась А это по магнитным гравитационным данным Значит по нашим данным Вот она и должна была быть пустой А это вот они все не промазали Дешевле и как будто эффективнее Не знаю может ли так быть всегда Тем не менее пример достаточно наглядный А вот еще одна интересная ситуация Это уже Каспий Месторождение центральное по-моему На Каспии Когда интерпретация магнитного пуля Казалось бы такая невиданная Видите С помощью специальной математической обработки Позволяет выделить вот такую аномалию Очень небольшую Обратите внимание Эта аномалия это всего Одна десятая нанотеслы Ноль целых одна десятая нанотеслы И тут минус два И все равно Эта скважина Реальная скважина Заданная в центр аномалии Каспийская Вскрыла таким образом Изучение магнитного поля Земли И прежде всего магнитного поля океана Является необходимым Как для получения представлений О строении нашей планеты О эволюции внешних оболочек О движении геносферных плит О вулканизме И многих других геологических процессах Так и для прямых поисков полезных ископаемых И решения целого ряда прикладных И экологических задач на акваторию Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok